Месяц спустя в село Большая Ольшанка Калининского района снова приехал губернатор Валерий Радаев. Причиной для визита стала плохая работа местных властей. Во время паводка они не обеспечили людей самым необходимым. Эти кадры мы снимали месяц назад. Такого половодия в Ольшанке не было почти 10 лет. Вода затопила десяток домов. В школе отменили занятия. Проверить обстановку в селе приезжал глава региона. К его визиту местные власти навели марафет. Сегодня губернатор приезжает, все дела, показывают. Рыбаков всех вызвали, у всех лодки взяли, показали. И это вот видно, вы вон еще стояли, а уже погрузились, все, сейчас никого не будет, все. После того, как мы показали этот репортаж, губернатор решил съездить в Ольшанку еще раз. Власть дорогу подделала, видим, все. За минувший месяц в селе отремонтировали часть дороги и повесили фонари. Местные власти сделали работу над ошибками. А сегодня стало известно, что району выделят из областного бюджета еще полтора миллиона рублей. Руководству района полтора миллиона выделяем бюджетного кредита, поэтому они начнут ставить детский сад в школу. Этот вопрос в первом сентября у нас тоже будет решен. Сегодня о половодье напоминает только эта лужа, досохнущая на заборах ковры. Однако последствия от прихода большой воды намного серьезнее. В домах предстоит делать ремонт. Вот недавно делал ремонт, и полы заливали. Везде все сделано было, а видишь что, опять придется заново делать. Сегодня же Валерий Радаев заявил, что пострадавший от паводка в ближайшее время получит по 10 тысяч рублей. Выделят деньги семьям, в чьи дома прорвалась вода. Эти средства жители получат сразу, в отличие от федеральных компенсаций. Сколько придется ждать их, неизвестно. Александра Сидоровнина, Олег Буланов. Новости. Телеобъектив.